Выездное заседание в Одинцовском районе завершало плановую работу по проведению мониторинга правоприменительной практики законодательства Московской области, касающегося обеспечения прав детей-сирот. Одним из основных моментов этой работы является предоставление сиротам жилья по окончании ими учебных заведений. В прошлом году в Подмосковье на эти цели было выделено 365 квартир. Еще примерно столько же планируется выделить в 2011. В течение последних месяцев выездные заседания проходили в разных муниципальных образованиях Московской области с различным уровнем решения подобных вопросов. Одинцовский район не случайно замыкал этот список. Сегодня мы здесь для того, чтобы посмотреть, как это происходит в Одинцовском районе, районе, который по многим направлениям является лидером социальных проектов. И то, что это мероприятие проходит здесь, в здании университета, который существует пять лет, но уже может гордиться своими традициями. Только что мы посетили центр, социально-культурный центр при храме и видели, в каких условиях идет воспитание и обучение детей. Я считаю, что действительно это не только предмет нашей гордости, но и предмет, наверное, уже некой зависти других регионов. Основные моменты обсуждаемых программ прописаны в федеральном законодательстве. А вот выполнять их приходится за счет региональных и местных бюджетов. Московская область и Одинцовский район в частности социальные программы, касающиеся детей-сирот, исполняют в полном объеме. Мы в предстоящее время имеем недостаточные возможности тем детям, которые оказались в такой ситуации, остались в исключении родителей, обеспечить достойную жизнь или несуществование, достойную жизнь, дать им возможность и воспитания, и образования как среднего, а так и высшего. Мы сейчас находимся в стенах генитарного института, который в настоящее время обучает детей-сирот безусловно высшее образование, не для кого-то секрет, это большая дорога в будущее. Работа по обеспечению жильем детей-сирот ведется в нашем районе структурами администрации в тесном взаимодействии с управлением опеки и попечительства, городскими и сельскими поселениями и профильными детскими учреждениями. Нашим управлением работа ведется в двух основных направлениях. Это учет тех жилых помещений, которые закрепляются за детьми-сиротами и детьми, которые остались без попечения родителей на весь срок пребывания в специализированных дошкольных учреждениях. А также мы учитываем тех детей-сирот, у которых вообще не было жилья, которые по каким-то причинам, к сожалению, были оставлены в детских домах либо родители лишены родительских прав, то есть у них нет жилья. Учитывая социальную значимость этого вопроса, а также то, что сохранность жилых помещений возложена на органы местного самоуправления, мы понимаем ту ответственность, которая на нас возлагается. При подведении итогов выездного заседания было отмечено, что опыт работы Одинцовского района должен быть принят на вооружение и послужить примером для других муниципальных образований Подмосковья. Пётр Горохов, Артём Леднёв, телекомпания Одинцова.